Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Мы продолжаем снимать в саду Андрея Смирнова. Андрей Смирнов это я. И рассказывать о тех растениях, которые цветут в самом начале лета, которые уже не являются весенними. Но вот они, собственно, наше лето встречают. И я рассказываю о тех растениях, которые хорошо живут в альпинариях. Поэтому мы расскажем сегодня про арабис, расскажем про абриетту и расскажем про камнеломки Аронса. Не путать с Андерса, как многие это делают. Вернемся опять к моей маленькой булочке с изюмом, как ее называет Лена Полякова, которая, между прочим, все время говорит, что это стыд и позор, но я, можно сказать, ей горжусь. Мне кажется, она неплохая и она, между прочим, декоративна в течение всего сезона. Собственно, вернемся к нашим не баранам, а цветам. Вот так вот выглядит растение, которое называется абриетта. В отличие от флокусов шаловидных, о которых мы рассказывали в прошлом сюжете, растение это чуть-чуть более капризное. Оно не является вечно зеленым. Оно на зиму практически вся его зеленая часть отмирает. Ну, оно очень красивое, оно продолжительно цветет. У него замечательные такие цветы. Все переливы такого от алого до бледно-лилового. Ну, вот это такой один из самых распространенных окрасок этого растения. Вот еще есть более такое темное, фиолетовое. Если здесь посмотреть, вот поближе снять. Растение совершенно неприхотливое. Единственное, что его нельзя, конечно, сажать вплотную с другими, потому что любое более агрессивное растение быстро его будет потихонечку забивать. Вот я посадил рядом тут вербенник монетчатый. Растение замечательное, цветущее яркими желтыми цветочками, но довольно-таки агрессивное. И оно у меня ползет во все стороны. И абриету мою немножечко притесняет, забивает. И придется его отсюда как-то удалять, чтобы дать ей возможность разрастаться. Из этого растения делают такие красивые ручьи в скалах. Ну, собственно, потому что оно образует такую длинную волну, замечательно колышущуюся на ветру. В общем, я считаю, что это очень красивое ландшафтное растение. Ну, и рядом, собственно, не отходя под ближайший ее сосед, это и есть камнеломка Арнца. Их есть не очень много разновидностей по окраске. То есть, как правило, от белого до красного. Ну, и все оттенки розового. Собственно, мне кажется, что весь ассортимент имеющийся у меня, собственно, здесь и представлен. Здесь у меня небольшой такой красный уголочек. Здесь вот шаловидный флокс, посаженный буквально на той неделе. И, собственно, вот одна камнеломка Арнца такая более темная, другая более светлая. И вот это вот беленькое совершенно неприхотливое растение, очень хорошо разрастающееся, не нуждающееся ни в каком-то дополнительном уходе. Ну, единственное, что она, опять же-таки, тоже на солнце имеет свойство подгорать. Если шаловидные флоксы вообще любят солнце, им там хорошо, то камнеломки Арнца предпочитают небольшую полутень. У них за счет этого цветы будут более крупными. Цвести она будет дольше. Ну, и выглядеть будет более декоративно. Не будет подгорать на солнце по весне. Потому что она тоже вечно зеленая, можно сказать. Потому что у нее все эти розеточки, они, собственно, сохраняются на зиму. После цветения ее можно будет подстричь. Сделаем паузу. Пап, если можно, побыстрее мы снимаем. Мы снимаем. Мы снимаем. Простите за маленькую техническую невязку, да? Ты все это снимал, подлец? Только попробуй, чтобы это попало в кадр. Подушечка камнеломки Арнца сохраняется декоративный, зеленый, круглый год. Ну, собственно, это все уходит под снег. Цветочки после цветения я бы рекомендовал срезать. Можно их оставить. На ней образуются семена. Она дает достаточно значительный самоосев. Если рядом находится какая-то рыхлая, ничем не прикрытая земля, то камнеломка Арнца обязательно там будет прорастать и размножаться. Ее можно легко разделить. Каждая розеточка довольно-таки легко отрывается. Чего не сделаешь на камеру, вплоть до того, что, вот, собственно, взял и оторвал. Вот так выглядит небольшая розеточка камнеломки Арнца. Здесь уже есть новые розеточки, которые образуются потихонечку. Корешка здесь практически не осталось. Но если мы вот уберем старую отмерзшую розетку, то там будет, будет, будет что-то, что можно, в принципе, просто воткнуть в землю пальцем. И оно продолжит, собственно, расти. Если вот примерно вот так вот образовалась, и вот эта небольшая куртинка, то есть практически это было посажено вот так вот. Обожаю, когда растения можно сажать, не выкапывая им никакую посадочную яму. А вот просто вот так вот. Ну и, конечно, надо это сбрызнуть водичкой. Ну, полить, конечно, несколько раз полить. Без воды, как известно, не растет, к сожалению, ничего. Вот, собственно, и все. Хотел рассказать я еще про арабис. Но, к сожалению, он отцвел. Арабис очень похож на бриетту. Они оба из семейства капустные, крестоцветные. Выглядят вот такими же цветочками, только цветет гораздо раньше. И образуют такие небольшие стручки, семенные коробочки. Может быть, мы снимем там какие-то... То, что от нее осталось, отцветение, она еще не пострижена. Потому что все, что отцвело, я цветоносы все удаляю. Это делается легко и приятно ножничками. Ну, собственно, на этом мы и закончим. Можно было бы рассказать еще, конечно, о суккулентах прекрасных, без которых тоже не обходится ни одна горка. Также про гвоздику-травянку и сизую гвоздику. Ну, я думаю, что мы подождем, пока это зацветет, чтобы пока это товар лицом. И тогда, может быть, вернемся к моей булочке с изюмом и расскажем чуть больше о ней. А пока я напоминаю, что мы ждем от вас приглашений в ваши сады, чтобы вы рассказали о своих растениях, что там мы готовы с оператором приехать в регионе Ленобласти и посмотреть на ваши удивительные садовые истории. А в следующем сюжете у нас он будет остро-социальный. Как вы видите, многие, наверное, заметили некрасивый забор, который у меня поставили соседи. Но что делать? Без забора никак. И не имеют на это полное право. С другой стороны, у меня стоит прозрачный забор, мимо которого постоянно идет большой поток людей. Я мечтаю здесь посадить живую изгородь. Уже общался с несколькими ландшафтными дизайнерами. Они дали кучу советов. Ну, я думаю, что мы снимем об этом отдельный сюжет. Он будет про живые изгороди, про заборы. И это будет прям острый репортаж вот с места событий практически. На этом все. С вами был я, Андрей Смирнов, и канал Европлант. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин